Всем привет! С вами Андрей. Год назад я закончил магистратуру МГУ. Три года назад я закончил бакалавриат в ИШ. Сейчас уже год, как я постоянно работаю. И моя жизнь, конечно, поменялась с учебных времен и до рабочих времен. Я вам немножко порассказываю об этом и о том, что вообще в чем разница. Я эту тему не раз затрагивал, но хочется еще раз уже конкретно об этом записать видео. Самая большая разница в учебе и в работе заключается в том, что за работу тебе платят. Вот так вот. Но если серьезно, это не только в этом разница. Разница еще в том, что в работе ты уже более самостоятельный. То есть в работе ты, наверное, уже максимально самостоятельный, каким ты можешь быть. То есть ты уже сам себя полностью обеспечиваешь, не полагаешься на помощь родителей. То есть ты уже самостоятельный человек, который полностью сам функционирует, ни от кого не зависит и зарабатывает себе на жизнь, своим трудом. И это круто. Потому что когда у тебя есть возможность самого себя обеспечивать полноценно, полностью, это тоже дает в каком-то смысле внутреннюю свободу. И ты понимаешь, что вот, я человек, я могу сам себя прокормить честным трудом. Это приятное ощущение. Потому что во время учебы, когда ты там просто подрабатываешь, или именно на учебе сфокусирован, ты не зарабатываешь столько денег, чтобы сам себя там, не знаю, полноценно содержать во всем. То есть, конечно, есть те, кто совмещают работу с учебой, молодцы. Они уже, в принципе, могут себя пополноценно содержать. Но таких, наверное, все-таки меньшинство. Большая часть студентов, которые учатся на дневном, именно на очном дневном формате, они именно либо только учатся, либо немножко подрабатывают. Но у них нет такой полноценной работы, чтобы вот 5 дней в неделю по 8 часов после учебы они еще там работали. Нет, такого, конечно, нет. Вот на заочном, конечно, люди, кто учатся, у них, да, у них есть такая возможность. Или на вечернем еще. Но там, как правило, учеба страдает. А чтобы учеба не страдала, как правило, нужно именно либо просто учиться и максимально в это погружаться, либо просто подрабатывать, но тоже в таких разумных пределах, то есть не очень много работая, помимо учебы. Ну вот, я, соответственно, сейчас работаю, у меня все хорошо, работаю близко к своей специальности, то есть у меня там есть и задачи с переводом, и там с деловым общением. В общем, много разных задач, мне все нравится. Но про работу я, конечно, не буду деталей говорить, ну, потому что, ну, работа, это такая отдельная сфера жизни, которая, так скажем, облагается определенной деловой этикой, что ли. Ну, то есть, в принципе, вы, наверное, замечали, что, в принципе, люди, вот, которые снимают видео на YouTube, они о работе, если они работают где-то, стараются говорить без деталей. Ну, потому что, в принципе, это такой деловой этикет, что про работу, не стоит рассказывать какие-то такие детали. Все-таки у всех организаций есть там свой имидж, и поэтому не рекомендуется людям просто вот что-то рассказывать про свою работу такой детальный. Ну, и, в принципе, это нормально, я считаю. Вернемся к теме. Значит, уже год прошел с моего выпуска. Казалось бы, вот уже, уже сейчас какое-то, 30 мая, уже июнь скоро, реально, уже год прошел. И ощущения хорошие, я работаю в свободное время, провожу интересно, хожу на выставки, в кино, гуляю, общаюсь с друзьями, общаюсь с девушками. Все хорошо. И это здорово. То есть, жизнь счастливая, классная. Если у меня были какие-то грустные видео раньше, то сейчас я хочу поделиться с вами позитивом, что все хорошо, все наладилось, все вырвало туда, куда я и хотел. То есть, я действительно сейчас рад, что у меня все хорошо, что у меня хорошая работа, которая мне нравится, что у меня есть время и силы общаться с друзьями, с близкими людьми, что все, в принципе, хорошо. Я хочу у вас, в принципе, что сказать, что если вы сейчас учитесь, я знаю многих ребят, и переживаете о своем будущем, я понимаю, это нервно, но пожалуйста, сохраните в себе веру, то, что все получится. Ну, потому что, потому что, действительно, если вы будете стараться что-то искать себе подходящее, вы найдете. Понятное дело, сразу это вряд ли произойдет, но со временем у вас все получится. Вот я хочу вас, так скажем, воодушевить. И взрослая жизнь, все вот, знаете, люди, многие такие люди говорят, что вот, там, с 9 утра до 6 вечера, 5 дней в неделю, каждый день, всю жизнь работаешь, работаешь, устаешь, не видишь света, все тяжело, все плохо. Вот так люди говорят, что вот жизнь тяжелая, взрослая. Но если вы занимаетесь тем, что вам близко, в эти часы работы будут вам не в тягость, а в радость. Понятное дело, всякий бывает момент, но в целом у вас все будет хорошо, и на работе, и после работы. И можно, вот, как я вот работаю тоже, у меня обычный график, там 5 дней, 5-ти пятидневный, по 8-часовой. И все хорошо, мне нравится. С понедельника, по пятницу, да я работаю каждый день, там, по 8 часов, и хорошо. И все хорошо, в принципе, это, можно жить и радоваться с таким графиком, и главное найти просто то, что вам будет там, близко, развиваться в этой сфере, и тогда все будет у вас замечательно. учитесь. Учеба, понятное дело, она вам не будет гарантировать замечательное место работы сразу после выпуска. Вам самим нужно будет приложить много усилий, но эти знания, которые вы обретаете во время получения там, высшего образования, они пригодятся. Не все, но многие. И лишним они не будут. Так что наслаждайтесь моментом, когда вы учитесь в университетах, в институтах. Это хорошее время. Не переживайте сильно из-за оценок. Про оценки никто почти не спрашивает. Неважно, хоть у тебя все пятерки, хоть у тебя тройки. Главное, какой ты в работе, какие у тебя знания. Так что, если вдруг получите троечку, испортите себе красный диплом, не расстраивайтесь. Красный диплом вам погоды сильно не сделает. И не его наличие, не его отсутствие. Все будет зависеть именно от ваших знаний, от вашей компетенции, от вашего умения общаться с людьми, что немаловажно. То есть, тоже рекомендую вам стараться со всеми преподавателями, с друзьями, знакомыми, уметь находить общий язык, учиться находить общий язык. Это очень важный навык в жизни. Потому что, если вы человек, с которым приятно общаться, который может со всеми договориться о каких-то адекватных вещах, то это вам очень жизнь не поможет. Это важно. Нельзя быть таким обособленным, нелюдимым. У вас тогда ничего не получится, скорее всего. То есть, надо уметь общаться с людьми, взаимодействовать, работать в команде и самостоятельно тоже учиться. То есть, нужно все уметь, и тогда все будет хорошо. Не расстраивайтесь, если у вас пока что-то не получается. Просто приложите побольше усилий или подумайте, чем еще можете заняться. И я уверен, у вас все получится. А я доволен, что у меня есть степень бакалавра и степень магистра. И в целом мне это помогало находить работу. Не сильно помогало, но немножко помогало. Немножко это упрощало мне в моей поиске. И также в будущем есть позиции, на которых есть четкое прописанное требование. Диплом магистра. Если у тебя нет диплома магистра, ты просто не можешь претендовать на эту позицию. Я лично такие видел. Поэтому если вы планируете какую-то карьеру строить, такую длинную, то диплом магистра вам пригодится. Как минимум формально. Ну и знание тоже естественно, но формально в некоторых позициях прописано диплом магистра. По поводу там кандидата наук я ни разу не видел, конечно, чтобы это было прописано, но диплом магистра на некоторые должности прописан. Так что я вам рекомендую, если есть возможность поучиться в магистратуре на интересующие вас специальности, потому что в будущем это может вам помочь построить вашу карьеру. и в начале немножечко поможет устроиться на работу. Вот такие дела. Обязательно подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм, Беловида, Твиттер, Инстаграм, на все мои соцсети. Прошу вас обязательно подписаться, поставить лайк, пишите комментарии о своем опыте учебы. Если вы закончили учебу, то напишите, как у вас сейчас дела, потому что я знаю, мы с вами ровесники, что кто-то тоже сейчас, наверное, уже как год в такой рабочей жизни. Поделитесь своим опытом. Будет всем интересно почитать. Желаю всем замечательного настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok